Северодонинск Здравствуйте, друзья! Начнем с карт. Во-первых, открыта дорога из Скупенска в Лисичанск через Старобильск. Дорога через Северодонинск в Лисичанск, естественно, закрыта и будет закрыта до тех пор, пока фронт не отодвинется западнее к Славянску и Краматорску. Следующие карты представлены Американским институтом изучения войны. Они в целом подтверждают ту информацию, которую передает наш генштаб. Единственное исключение – желтеньким отмеченным, скажем так, территорий, которые полностью не контролируются российскими войсками. Отчасти это верно, но по стоку-поскоку, вы понимаете, что взять полный контроль, требуется не один день. Но продвижение по всем направлениям на Изюме подтверждается. Подтверждается продвижение в Рубежном, подтверждается продвижение в Попасном. Небольшие отметки, но они есть. Обращает на себя внимание карта, где отдельно отмечен Чугую. Вот эта синенькая та территория, которая еще контролируется украинскими войсками. Как вы видите, очень тонкая кишка, полностью простреливаемая. Поэтому, видимо, надо предполагать, что к большому наступлению на Донбассе Чугуевской группировке придет Кирдык. Ну и на южном направлении отмечается усиление активности украинских войск Западной Чернобаевки. То есть предполагается, что и здесь в ближайшее время начнут разбираться, собственно, с этой группировкой. И вполне возможно с самым Николаевым. Потому что наступление на Днепропетровскую, Кировоградскую области, имея в тылу группировку Николаева, никому не нужно. Как будут развиваться события, мы увидим чуть позже. Но теперь вернемся к Мариуполю. Значит, принято решение верховным главнокомандующим оставить Азовстарица, съевших там нацистов, в плотном мешке, не позволяя им выползать, разве что они собираются сдаваться. И, в основном, налаживать нормальную жизнь в Мариуполе, перебрасывая освободившиеся части на другие участки фронта. Это очень здорово, но нужно учесть, что наладить нормальную жизнь в радиусе 10 километров от засевших на Азовстали нацистов не получится, потому что полковых минометов у них достаточно, а предельная дальность стрельбы порядка 9 километров. Так что все, что ближе 10 километров, будет в зоне риска. И они уж показали себя, обстреливать городские кварталы они не перестанут. Поэтому, так или иначе, какое-то время более-менее на выход оставшихся мирных жителей по периметру Азовстали, может быть, на сдачу каких-то отдельных групп нацистов, можно надеяться. Но в целом, рано или поздно, все равно эти катакомбы придется штурмовать. Единственная надежда, что за то время, которое им дали, не прекратятся ракетно-бомбовые удары и их значительно по уменьшится. А вот на одном из убитых в Мариуполе обнаружили знак Турецкой академии сухопутных войск. Определить, был ли это сам турецкий военный или кто-то из подготовленных там украинских наемников, не представляется возможным. А в Латвии принято решение лишать гражданства тех, кто поддерживает спецоперацию России. Ну, такой закон принят парламентом, очень демократичный, я считаю. Что касается самих бандеровцев, то они развлекаются борьбой с памятниками, причем на этот раз героем Великой Отечественной войны. В Чернигове бандеровцы во главе с командиром 119-й бригады террабороны скрипкой снесли с памятник Зое Космодеменской. Ну, а Илья Акива, который сейчас находится в России, обратился к Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище, а заодно дать гражданство России. Ну, я бы дал ему что-нибудь другое или обменял его на что-нибудь нужное, ну, раз уж этого экс-атошника, экс-полицая, экс-подполковника, экс-советника Авакова, замглавы полиции Донецкой области, комбата и прочее, прочее, прочее не судят, то хотя бы нет слов. К другим новостям. Сегодня Набиулина утвердили главой Центробанка. За проголосовало 75% депутатов. Вот мне очень интересно, что после этого запоют те псевдопатриоты, которые много лет рассказывали, что Набиулина является агентом ЦРУ. Они запишут все 338, проголосовавших за нее, парламентариев тоже в агенты ЦРУ. Ну, тогда запишите и Владимира Путина, который представил ее кандидатуру в Госдуме на утверждение. Ну и вообще у меня возникает постоянный вопрос, кто на Руси громче всех кричит «держи вора». Ну, ладно, кстати, в эту тему доллар снова по 74. Ну, бог да с ним. После хамских заявлений Тинькова люди массово закрывают свои счета и по вполне очевидной причине. Некоторые так прямо и отвечают на вопрос, почему именно закрывают. А с 1 мая в школах и других общественных заведениях Италии введут температуру на кондиционерах не ниже 25 градусов. Называется это операция «Термостат» и она может коснуться частных домов, как только итальянские власти придумают, каким образом контролировать температуру в помещениях частных собственников. Кстати, это ограничение будет продлено до следующего года, и зимой нельзя будет топить теплее 19 градусов. Ну, а вот что думают в Китае по поводу санкций, которыми янки гробят Евросоюз. Доходчиво в лучших традициях англосаксов заблаговременно из ЕС выскочивших. И еще одно. Мы прислали интересные карты. Оказывается, если подсчитать сумму поисковых запросов в Google по Арестовичу и Зеленскому вместе и сопоставить их с суммой запросов по Подоляке и Анафриенко, то карта выглядит вот так. А если сравнить одного Арестовича с Подолякой, то она выглядит следующим образом. Ну, довольно наглядный ответ, почему нас так не любят по ту сторону мушки. И еще одно. Большое спасибо всем зрителям за помощь и поддержку. Единственное, что я вынужден обратить внимание, что в различных социальных сетях появляется колоссальное количество, да уже работает, каналов, которые действуют под моим или юрным именем. Мне сегодня Russia Today прислала ссылку на телеграм-канал Михаила Анафриенко «Важная», которую я вижу в первый раз в жизни. Там по 100 тысяч подписчиков. И они вовсю собирают деньги. Ну, вот это неприемлемо. Поэтому с этим буду бороться. Ну, так или иначе, я предупреждаю всех. Пожалуйста, вы можете биться нашими материалами, все что хотите, только не называйтесь нашими именами. Действуйте от своего имени. Что касается тех каналов, которые принадлежат и контролирую я, то все они полностью будут под каждым виде закреплены в комментарии. И чтобы не возникало никаких вопросов, у всех о них я буду первым давать свою карту Сбербанка. Вот этот номер, последний цифр 0292, это моя карта. Значит, если появляются какие-то другие номера, значит, это не мой канал. Потому что другого способа, к сожалению, отследить какой-то канал, чем он контролируется, невозможно. Еще раз благодарю вас за помощь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok